Все это закончится тем, что будет просто кризис неплатежей. Люди перестанут платить деньги. И правительство в очередной раз побежит в бюджет для того, чтобы получать новые дотации, чтобы покрывать уже кризис неплатежей. Кризис неплатежей будет осенью. Это факт. Второй вопрос. Это все софистика, что существует независимый орган, который что-то будет регулировать. Нет рынка. Нет рынка. Рынок это когда покупается на бирже, есть импортеры, которые продают нафтогаз на бирже, внутренние хотя бы покупают. Мы понимаем какая цена, когда потребитель имеет выбор. А так у нас есть монополист, кстати государственный монополист, извините меня. А у нас государственные компании все-таки должны нести социальную нагрузку, извините меня. А социальная нагрузка это ограничение рентабельности. Какая у нас рентабельность? Непонятно. Рентабельность нормальная, это 20%. Накрутки, которые сейчас делаются, они непрозрачны. Какие финансовые планы нафтогазы? Насколько он эффективен? Ничего не понятно. Никакая это не борьба с коррупцией, это централизация коррупционных потоков. Закончи пожалуйста другую мысль. Кризис неплатежей это хорошо, но в гости к этим людям придут частные коллекторы, которые в службу уже создаются. Люди куда выйдут? А вот это вот уже второй вопрос. Кризис неплатежей и народные бунты, это связанные вещи или нет? Люди уважать себя после Майдана стали. Страна сильно поменялась. По крайней мере есть активная прослойка, которая просто выйдет и будет что-то нехорошее делать. Я не хочу говорить что. Потому что люди понимают, на государство, которое наглеет с каждым днем, залазит в карман и не хочет слушать людей, это мы уже проходили. Тем более, что люди уже сейчас совершенно другие. Правильно говорили про людей, которые проходили через фронт и все остальное. Они терпеть не будут этого. Поэтому это взрывоопасная ситуация, которую создает само же государство. Причем оно и дальше будет жрать, потому что мы уже проходили кризис неплатежей, помните в 90-е годы, что было. Были вексельные расчеты постоянные, постоянные отключения электричества, потому что не будут люди платить, они просто не выдержат этого. Не будут они платить такие деньги. Ну не потому что они хотят, а потому что они хотят.